Привет всем, дорогие мои зрители! Ну что, у нас с вами начинается новый формат. Пока у Тэны Счастья Господне устроило бойкот, а вообще-то, девочки, кто не понял, я простямку Адамяна. Возможен такой вариант, почему-то мы не рассматриваем, но там некоторые зрители пишут. Анжела, да чё ты так думаешь? Он прям тебе откажется от денег и прям такой весь из себя перестал снимать. Да может, его просто заблокировал Ютуб. Я точной информации не знаю, но такой вариант, девочки, тоже может быть. Поэтому сейчас Адамян Будой Юлей что-то там фантазировать, придумывать. Весь такой занятой, и всё его достало, и всех своих зрителей матом, откровенно, матом очень грубо посылает, оскорбляет на всех этих платформах. Посмотрела ещё раз в инсте девочки, он такое творит, честно. После него хочется сразу пойти в душ и помыться. Итак, то, что я с вами и обговаривала в своей вчерашней трансляции, я сейчас попробую внедрить, воплотить в жизнь Вот такое видео, которое называется «Мама не выдержала и сказала правду про щенка и Кристину». Ребята, речь пойдёт про Светланку, такую заботливую мамку, такую мягкую женщину, такую сердобольную. Голос не оттягне, бо це не в її правилах. Но я вам освежу память, так, чтобы вы понимали, кто такая Светланка. И шо там в душе творится у этой женщины. Ну шо, поехали. Вы все готовы? Приготовились? Давайте обсудим с вами. Я уверена, что очень многие из вас помнят эту девушку Кристину, которой было 20 лет, которая очень дружила с Амбеллом, с Колей. Но она была в те времена, когда они ещё поддерживали какие-то отношения, очень полной девчонкой. Даже могу сказать толстой. Кристина, не обижайся, но я констатирую факт. Это действительно было так. Сейчас эта девушка абсолютно поменялась. Стройненькая, худенькая, очень красивая, замечательная. Там стержень у девчонки такой. Ох, молодец! Стойкий оловянный солдатик, я бы сказала. Поработала над собой эти годы. Но мы с вами возвращаемся в те недалёкие времена. Дружили-дружили. А у мамы Светой с папой Андрюшем был приплод из собачек-щенков. Вдолька родила. И этих щенков не раздавали, а продавали девочке. И вот этот вот щеночек, который прихрамывал немножечко на задние лапки, не продавался. Никто его не хотел брать. Ну и Кристинка где-то там на ушко с Катей подружески поделилась, что она бы взяла этого щенка. У Кристины, девочки, денег не было. Так, чтобы швыряться направо-налево, из-за щенка ещё платить, покупать его, да? И вот мама Света спросила её, ты правда хочешь взять щенка? Кристина, конечно же, дала положительный ответ. Но мама Света почему-то не говорит правду. Я ей даром отдала щенка! Мама Света, ты так хотела грошики, что до сих пор всё помьятаешь. Даром отдала. Всё-таки цель была за денюжки, да, продать щеночка. Но так как он хромал, никто его не покупал. Желающих вообще не было. У себя оставлять сытники не хотели. Себе они оставили Томаса, здоровенького, упитанного, хорошего щеночка. А вот того хромого, ну а шо делать? Нам вины нужен. Мы ж не можем тут сейчас течку собрать у себя во дворе и в доме, да? Ну, девочки, действительно, ты ж не будешь оставлять кучу собак. Сбагрик нужно было. В любое время, при любых условиях, что бы там ни произошло, то Света и сделала. Отдала этого щенка Кристине. И Кристина, ребята, сказав фразу, что ну просто так нельзя брать, десять там долларов или евро, Света дала, положила в карман. Света что-то сразу эти деньги не отдала, не воспротивилась. Но это всё случилось после скандала. И начала нам рассказывать вот в этом видео. Я сказала, приедь, забери эти деньги, мне не надо, вот мой Андрей тебе привезёт эти деньги. У меня не будет так, как ты хочешь. Кристина говорит, да мне не надо, ну так положено, ну какую-то копеечку. Если вы мне дали щенка, ну так нужно сделать. Обычай такой, кстати, совершенно правильные слова. Света, а что ты сразу не вернула деньги, если у тебя такая жёсткая позиция по поводу вот этих вот десяти долларов? Ну сразу бы отдала человеку? Нет. Вот нужно было дождаться скандала и потом топить эту двадцатилетнюю девчонку по полной программе. Кристина купила корм, купила кроватку этому щенку, игрушечки. Они созванивались с сытниками. И вроде бы как всё было хорошо, но потом щеночек, насколько я понимаю, немножечко подрос. Чуть-чуть. Там каждый день играет роль, да? Смотря какая порода. А вот эти вот щенки у сытника, они ж как юла. Они очень озорные, бойкие, быстрые. Им нужно куда-то девать свою энергию. А у Кристины была маленькая арендованная однушечка. Страшна обдерта девочки. И спать не было даже на чёму. Того, шо раскладушку ей тоди сам вел подарив. Понимаете? Девочка на полу осталась спать. И она тогда жила, ну откровенно говоря, в очень плохих условиях в Днепре. Здесь в съёмной квартире. Чем и поделилась со Светой по телефону, что щенок стал очень активный. Дерёт обои. Воет очень громко, мешает соседям. Портит ламинат. Грызёт там стульчики и какая-никакая мебель, но она чужая, потому что это арендованная квартира. И эта девочка, Кристина, просто поделилась со Светой так, как думала, что можно с человеком по-свойски как-то общаться, душу открывать. А нет, девчонки, оказалось всё далеко не так. Учитывая то, что Кристина доглядала Ольгу Леонтьевну, и Света могла везде поехать, уделить себе время, куда ей надо отлучиться из дома. Потому что на подхвате была Кристина. Кристина и за бабушкой присмотрит, и за собачками покормит, уберёт лоточки, и щенкам время уделит. И в это время она, конечно же, проживала на Игрине, ну а где ещё, да? Но сейчас Света Сытник. Ох, видячила эти Кристинки за эту помощь по дому. Ох, листала! Ох, листала! Я так и не поняла, в чём криминал? Что такого криминального сделала эта девочка? Света всё пыталась и пыталась рассказать. И говорила слово, так нельзя поступать! Какая ты бессовестная! Как тебе не стыдно, Кристина! Ты так нехорошо поступила! Девочки, я придавилась три раза. Я не поняла, в чём претензия. Претензия из слов этой же Светы Сытника оказалась только в одном. Что Кристина вынуждена была вернуть этого щенка. Но нет у неё ни условий, ни понимания, как вести себя, да, и обращаться с этим щенком. Ну попробовала девчонка, не получилось. Она никуда его не выбросила. Сказала, правда, слова, что если не получится, буду какую-то альтернативу искать. И я понимаю, почему она так сказала. Никуда бы она его не делала. Ей было стыдно Свете просто сказать, тётя Света, заберите его назад, но я не справляюсь. Она намекнула ей, да, что ну мне придётся какую-то альтернативу искать. О, Света вскипила! Я кольтернативу! Что ты с ним собираешься сделать? Ну не меньше, чем, наверное, вбыть и съездить, да, Света Сытник? Ой, какая ж ты милая и добрая женщина! Я мама, сказала Света Сытник. У меня тоже есть сын, и я так по-доброму относилась к этой девочке. Он сколько мне про неё говорили, а я её всё защищала и защищала. А шо ж сейчас такого случилось? Мама! Ты ж мама! У тебя ж тоже сын! Шо б я сделала на Света на месте? Я бы сказала, Кристина, тебе не надо никакие альтернативы искать. Давай назад, я его заберу и всё, не справляешься. Ну, так случилось. Хотела, не получилось. Возьми какую-то маленькую собачку по роду, да, или кошечку себе заведи, если ты хочешь животных. Девочки, в чём криминал? Объясните мне, не кто-нибудь. Может, я дурная, Касина, соображаю, ничего, напишите в комментах. В чём криминал? В том, что девчонка 20-летняя не справилась со щенком и захотела его вернуть. В чём криминал, что из неё сделали просто какую-то преступницу? А защитить её было некому. Я так понимаю, у Кристины мама такая тихая, спокойная. Чё-то там позвонила Свете, пыталась что-то объяснить, но Света и задавила своей харизмой. Ох, я крутяку всё в чём видео открыла. Ох, я как рассказывала, девочки. Кристина в Инстаграме выложила переписку с Колей, чтобы потом, девочки, её ни в чём другом не обвинили, что что-то она такого страшного сделала со щенком. Коля написал, что мы решили забрать щенка. Кристина сказала, хорошо, было оговорено время, но вышла на полчаса раньше из квартиры со щенком. Понимаете? Я так понимаю, и це преступление тоже. Вот не вышла минута в минуту, а напив часа пизднейше вышла. И маму Свету в квартиру в гости не пустыла, трубку не брала. А может быть, ей было стыдно вас в гости приглашать в свою обшарпанную страшную квартиру. Я тогда смотрела Кристину периодически. У девчонки вообще не было денег. У неё там даже питание девочки было, знаете, ну такое. Под большим знаком вопроса оставляла эта еда много-много недосказанностей. Всё от нехватки денег. И, наверное, девочке было неловко. Вот и всё. Вы в чём её упрекаете вообще? Ну не меньше, надо просто приговор ей прочитать, ну вот так на 10 або 15 засадить в тюрягу. Как посмела щенка вернуть. И тут, ребята, в процессе разговора появилась, кто б вы думали? Конечно, шупечка. На манеже всё те же. А я тоби казала, гад вона такая. А я тоби казала, Света, ты меня не слухала. Да, бессовестно такая. Девочки, те слова, якими шупа обзывала Кристину, вы все услышите, когда посмотрите это видео и освежите свою память. Я не стану их повторять не потому, что сейчас хочу выгородить шупу, а потому что не хочу оскорблять Кристину. Хотя все эти слова сказала не я, а херям. Что бы она на ней тиками морозила? Господи Боже мой! Почему я тогда не вела канал? Я не знаю. Я бы ее рот быстро закрыла. И очень жаль, что в тот момент никого рядом именно с Кристиной не оказалось из сильных людей. Понимаете? Не обязательно мужиков. А вот из сильных людей, которые бы дали отпор вот этим наглым сволочам, сяскопам, вместе, сявка с колясиком. Мама Света, я тоже мама, у меня сын есть. Ох ты ж, блядь, и мама! Ох ты ж, и мама! Если бы ты была мамой, то тебе было бы всех детей жалко, включая Кристину. Ничего она тебе, ця дитина, не сделала. Ничего плохого не сделала. Но херяма точила зуб давно на Кристину. Бо с сабелкой она так заигрывала, понимаете? Посмела глаз на севочку положить. А то, что она была товстенькая, херяме это не нравилось. Должна ж быть дюймовочка-балерина возле такого сына знаменитости. Звязда. Кто вон и, а кто мы? Все помните эту фразу? Она точила зуб на эту Кристину и капала на темечко сявки с Колей постоянно. И тут, девочки, подвернулся очень удобный случай. Очередное застолье у сытников. И маленькие эти щеночки бегали под столом. Бабе Таня, десь якийсь один щеночек, прикоснулся до ноги. И вона его как жбурнула ногой того щенка. Иди отсюда, ты порвашь мене колготки. Иди, сказала, иди. Я очень хорошо помню эти все ситуации, которые разворачивались. Кристина просто не выдержала. Она очень добрая девчонка. Она схватила на руки этого щеночка и побежала на кухню. На кухне светосытник мыла посуду. Естественно. Кристина сказала про ситуацию со щенком и бабой Таней. И я бы сказала. Мне кажется, любая бы из вас сказала. Нет, разве? Я бы точно сказала. А что здесь плохого? А почему правду нельзя озвучить? И кто еще сомневается в том, что шупа терпеть не может животных? Ни котов, ни собак. То историю с собачкой помните, когда она в Крыму оставила своего собаку? И он бежал за поездом еще сколько? А маленькие пацаны, Эдик, с севкой плакали, глядя в окно. Помните? Это какое сердце надо иметь? Скажите мне. Там каменюка, булыжник в груди. Так и это та жалостливая. Но сейчас при свете она выкручивается. Ой, они же ж меня мягко у водки зачепы. Они ж как дети. Эти щеночки кутята, кутята, девочки. Они ж не понимают. Вот бы зачепыв-то порвав. Ну, я сказала. Ну, вот выдвинула ножку и сказала. Ну, а деды, да ты шо? Ты так сказала? Ты ж грубиянка и хамка. Ты так даже разговаривать не умеешь. Ты ж бурнула того щенка и ногой его так долбанула то щенка. И я бы быстрей инстинктивно старалась бы спасти это маленькое дитё щеночка, что и сделала Кристина. Девочки, но во всей этой ситуации виноватой сделали именно Кристину. А я тебе сказала, кричала Шупичка и махала пальцами. И до святки промовляла такие слова. Так тебе и надо. Я даже рада. Отак, чтоб ты научилась в людях разбираться. Ты меня не слушала. А знаешь, что я до тебя домой не приезжала? Бо там оця Христя была. Ох же, сучара. Боже ж ты мой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всё это шобло-ёбло грызли и доедали одну, единственную молодую девочку. Я так сама себе ещё подумала, даже если бы она была тысячу раз неправа, эта Кристина. Даже если бы она совершила какой-то поступок. Мама! Светка, аж ты так говоришь. Я тоже мама. У меня есть тоже ребёнок. У меня сын. Ты ж мама. Ты ж себя позиционируешь такой доброй, такой сердобольной мамой. Ты не могла с Кристиной поговорить тет-а-тет? С глазу на глаз? Позвони Кристине. Пригласи её домой, скажи, Кристин, ну нехорошо это всё. Ситуация эта неправильная. Давай, приезжай ко мне домой, мы с тобой попьём чайку, поговори, расставим все точки на «ты». Сложно было? Ты с кем тягалась, Света? Ты умная? Это ты та мудрая женщина! Вы устроили откровенное судилище над ребёнком, практически, да. Ну, 20 лет ей тогда было. Дитё. Просто дитё. Сломали, вытерли ноги. И мама Кристины, тогда Света тебе позвонила и сказала, что вы делаете? Она ещё с собой может что-то сделать. Так больно было девчонке. Она не знала, как себя вести. Это была такая хорошая моральная травма для неё. Ну, вас же это не касалось и не трогало, правда? Светланка, которая мама. Кому интересно, пересмотрите, девочки, этот сюжет. Поймёте, кто есть кто. И сейчас обращаюсь к тем своим зрительницам, которые так яро защищают Светланку Сытник. И рассказывают, какая она заботливая невестка. И что Ольга Леонтьевна просто должна на ней молиться. Я понимаю, что там в душе. Ещё раз вам повторю. Те же слова, что только что говорила про Кристину. Это моя позиция. И я убеждена в правильности своих слов. Дети и старики. Дети и старики. Нужно делать скидки. И если Света позволила себе такое отношение Кристине к чужому ребёнку, то я представляю, что творится там за кадром. И как она относится к Ольге Леонтьевне. И что она ей говорит. Как она ей говорит. Тогда, когда мы с вами ничего не видим. До скорых обзоров. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok